Сегодня мы встречаемся с Маргаритой Пермяковой. Интересный художник, яркий. И первый вопрос, глядя на ваши работы, на вас саму, такую яркую, интересную, хочется задать вопрос. Откуда вы к нам приехали? Я приехала с далекого Черного моря. Я там родилась, я там выросла, впитала в себя всю яркость южных красок и южного солнца. И так, так получилось, судьба меня занесла почти, что с Черного, почти на Белое море. Ну, Карелия выходит на Белое море, у меня есть работы по Белому морю. Белое море мне тоже понравилось, тому тоже очень красиво. Везде есть своя красота. Вот я восхищаюсь этой красотой и хочу поделиться с людьми красотой, которую я вижу. А где вы учились? Я училась на родине, сначала в Киеве, потом в Харькове. В Харькове высшее учебное заведение. Харьковский художественно-промышленный институт по специальности художник декоративного искусства и художник по интерьеру. Проектировщик интерьеров, выставок и реклам. И одна из профессий у меня в дипломе прописана художник декоративно-прикладного искусства. Мой диплом был интерьеры, мы проектировали вместе с мужем. У нас был общий диплом, мы уже были женаты. Вот. И я делала часть работы в материале «Гобелен». Он теперь находится у нас в Музее изобразительного искусства Республики Карелия. Прекрасно. А когда вы почувствовали, что вы будете или станете художником? Ну, с самого детства я как-то ничего другого и не представляла. Как все дети рисуют, ну, как-то кто-то на определенном этапе интересуется чем-то другим и уходит. А у меня как-то интересы в другую сторону не уходили. То есть я какое-то время училась в музыкальной школе, но потом я пошла в художественную школу. Вот детская художественная школа у нас в Крыму. Я родилась в Ялте. Детская художественная школа имени художника Федора Васильева, которого туда отправили на лечение. Вот наша художественная школа. Вот я пошла в эту художественную школу детскую и ушла отовсюду, из всех кружков. Сказала, это мое, я хочу этим заниматься. Интересно. А вы помните свои первые работы? Уже такие осознанные? Осознанные? Ну, такие, чтобы она была... Ну, работа уже, вы понимаете, может быть, это когда учили или после учебы? Да, да, да. Когда я училась уже в средней художественной школе при художественном институте, вот. Тогда вот уже как-то что-то, благодаря нашим преподавателям очень профессиональным, как-то вот я почувствовала вот что-то вот как-то вот из детского уровня, как-то уже выход. Я как-то начинаю выходить. Ну, не я, мои, ну, на работах. Как-то вот что-то новое появляется, какие-то новые приемы, какие-то новые умения. Ну, преподаватели старались, и преподаватели в нас вот они видели, вот. У тебя вот это, у тебя вот это, у тебя вот это. Вот спасибо. Большое спасибо. Мне на пути попадались очень хорошие учителя с большой буквы и преподаватели. Так что им большое спасибо. А скажите, я знаю, что вы много пишете, и у вас работы такие, они и крупные, то есть в большом формате. Пишите сериями или отдельно? Что вам больше интересно, всё-таки серия или отдельно, когда пишете работу? Ну, бывает по-разному. Бывает, пишу разные работы, а получается серия, как бы не задумываясь. А бывает, вот я задумаю серию и как-то вот поэтапно эту серию воплощаю. По-разному бывает. А как у вас рождается сюжет? Вот он спонтанно? Или на что-то вы посмотрели, и вдруг ассоциация с чем-то? Вот когда художник идёт, он ведь не просто так идёт, он мысленно рисует. Он мысленно. Это уже в подсознании. Вот, ну, наверное, у всех художников. Мы сразу смотрим, свет, с какой стороны, как лучше бы это смотрелось. Допустим, там дерево, человек или здание, ну, любой объект. Мы уже сразу смотрим профессиональным взглядом. И вот когда вот идёшь или едешь, или как-то вот увидишь что-то, и вдруг тебя что-то вот понравилось. Ну, как говорят, зацепило. Вот понравилось, допустим, какие-то вот яркие краски. Понравилось солнце, вот именно его закат или восход. Вот оно что-то в душе затронуло, какие-то струны в душе затронуло. И тогда вот начинаю писать, ну, как говорят, пишешь-пишешь, что-то можно выбрать потом из этого. Вот так. А скажите, писать вот должно быть вдохновение или это вот работа? Вот как у всех по-разному художникам? Хороший вопрос. Вот мой, один из моих учителей, ну, я всем благодарна. Он говорил так. Аппетит к искусству приходит во время еды. То есть пока ты ничего не делаешь, никакое вдохновение к тебе не придёт. Ну, у всех по-разному. Вот. А начинаешь что-то делать, и, ну, может, там одно не получилось, там другое. Ну, в конце концов, всё равно. Ну, и потом, если тебе нравится то, что ты сел писать, ну, вот я всегда пишу на пленэре. Я в мастерской дома, ну, очень мало, очень редко. В основном это на улице, на открытом воздухе. Я непосредственно вот перед объектом того, что мне понравилось. Конечно, оно вдохновляет. Конечно. Но это же такая красота. Это же такая красота, что иной раз аж вот дыхание как-то вот становится какое-то такое волнительное. То есть мы, красоту, красота вокруг нас всегда, она просто разная. Просто разная. Ну, и каждый воспринимает её как-то по-разному. Одному нравится одно, другому другое. Это совершенно естественно. Так же, как зрители. Одним нравятся работы, там, одного художника, там, того художника, а другим нравятся ещё другие разные работы. Мы все разные, слава богу, и очень хорошо, что мы все разные. Значит, начнём мы с серии моей, по моей любимой Карелии. Это серия «Моя Карелия». То есть я в Карелии живу уже долго, я очень люблю Карелию. И вот пытаюсь... Это осень. Оланецкий район, наша любимая деревня Нурмалица. Мы с Натальей Ивановной там бывали неоднократно. Это осень. Это та же самая деревня весной. Очень красивая. Очень красивые у нас деревни, очень красивые у нас места в Карелии. Так, это таяние снегов у нас в Карелии. Вот ещё берёзки, ещё на них не распустились листики. И они весной вот такие розовые, такие сиреневые, дымка такая. Так, это у нас февраль месяц. Тоже Карелия. Вот ручеёк, деревня Рубчойла. Это опять-таки наша любимая деревня Нурмалица. Это уже закат солнца. И там уникальное место. Там вот такой холм, и он отражается в озере. И получается почти шарик. Очень красивое место. Это тоже Карелия зимняя. Зимний вечерок. Темнеет рано зимой. А это Спасская губа. Вот это гора Спасская. Ну, я не знаю, может, я не права. Может, она как-нибудь по-другому называется. Но мне так кажется, что это деревня Муназера. Тоже Карелия. Осенью. Это осенний восход на Кончезере. Вот птички летят. Это радуга. В Муназере. Вот эта гора отражается. Тоже с отражением. А это устье, речки, которая впадает в Ладогу. Вот тут уже Ладога. И даже вот здесь, если приблизить, получились у меня морозные узоры. Вот когда вода замерзает, и акварель превращается в эти морозные узоры. Это очень красиво получается. Вот кораблики по снежным волнам. Я назвала эту работу по снежным волнам. То есть эту речку мы перешли пешком, потому что она замерзла и в снегу. И писали тоже с нашими художниками в компании. Это остров. Такой островок красивый. Тоже в Муназере. Осень. Вот как вот не восхищаться такой красотой. Это же очень красиво. Это натюрморт с пейзажем. Поймали щук. Написали. А потом мы их зажарили и съели. Было очень вкусно. Это Ладога. И такие там в одном месте есть такие замечательные камни. Очень красивые. Прям такое место загадочное. И там разноцветные камни. Они действительно разноцветные. Ну, ты помнишь, мы там были с тобой. На Ладоге. А это деревня Пертисельга. Тоже Оланецкий район. Это часовня Георгия Победоносца. Вот такой был день. Такая была красота. И это тоже Ладога. Это тоже на Ладоге Ладожское солнце. Энергия. Энергия Ладожского солнца. Вот оно вот когда вот так сияет ярко. Это же так восхищает. Это так красиво. Вот откуда берется вдохновение. А какая тема вам ближе? Вот по сердцу? Или вот есть определенные направления, темы, которые вам больше нравится писать? Ну, больше, конечно, видно, что я в основном... В основном у меня пейзаж. В основном красоты природы. Красоты природы. Архитектуру очень люблю. Цветы, натюрморты. Ну, вот по жанрам так. Но внутри каждого жанра бесконечное количество красоты. И можно бесконечно писать и восхищаться. Скажите, пожалуйста, помните ли вы какие-то, ну, такие большие выставки? Или для вас они были большие? Или значимые? Они к чему-то подтолкнули? Или просто чем-то запомнились у вас в душе? Ну, выставок, слава богу, много. Участвую я в выставках много. И за рубежом, и у нас. Ну, вот такая тема, она многолетняя уже тема. Аквабиенналия в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге есть акварельное общество. Очень такое серьёзное. Мы у себя в Карелии тоже организовали акварельное общество акварелистов. Так вот скажу. Я, между прочим, секретарь у нас в Карелии этого общества. Вот. Мы и сдружим с этим обществом акварелистов Санкт-Петербурга. И у них такой очень большой проект. Уже много лет они проводят такие большие масштабные выставки. Аквабиенналия. Это международная выставка. И она раз в два года проходит. А вот между ними тоже большие международные выставки. Я уже много лет участвую. Ну, дай бог, ещё, может, буду участвовать. Мечтать. Да, будем мечтать. И вот там на этих... В этом проекте мне довелось занять даже один раз первое место в определённой номинации. И один раз второе место тоже в определённой номинации. Ну, я рада, я счастлива. А так, конечно, выставок много, проектов много. И тоже и правительство меня уже отметило в Карелии. Вот. И как бы я работаю. Работаю для людей. Но это работой сложно назвать. Конечно, это работа. Конечно. Но она доставляет очень большое удовольствие. Очень большую радость художнику, вот, когда он работает. Да, это работа, но это очень большая радость. И очень, ну, радостно и встречаться с художниками. Я вот езжу на встречи, на пленеры. То есть, когда собирается несколько художников, группа, мы в одном месте. Какое-то количество дней мы живём и пишем эти красоты этого места. Это и в Карелии, и в разных местах. Сейчас это много где проводится. Очень интересно общение с художниками, с разными. Потому что все художники разные. И для меня это очень часто учёба. Потому что ты у одного художника научишься этому, у другого художника научишься этому. Ну, вот, кстати, раз мы вспомнили, один из учителей с большой буквы, который мне встретился на пленере у нас на острове Кижи, это Александр Иванович Каштанов. Большое ему спасибо. Я когда узнала, что он едет на пленер, вот, ну, и я тоже на этот же пленер попадаю, я была счастлива, что я где-нибудь, как-нибудь, вот, посмотрю, как он пишет. Мне очень нравятся его работы, как он пишет. И совершенно и было радостной для меня неожиданностью, когда он так вот меня взял, вот так вот, и говорит, так, пошли со мной. Этому никто тебя ни в одном университете не научит. И он делился секретами мастерства своего. Он отдавал щедро вот всё, что он знает, всё, что он умеет. Он нам, ну, не только мне, ну, художникам, кому это было интересно. Это был, это такой опыт, это вот я благодарна, конечно, ему за такое внимание. Вот ко мне я, как бы, ну, ещё не такой маститый художник. Вот, и встречаются такие люди, слава богу, встречаются довольно часто, которые вот делятся от всей души. Делятся и своими знаниями, и просто впечатлениями, и просто вот пообщаться интересно. А вот у нас так, а вот у вас так. И, между прочим, мне вот тоже художники говорят, которые приезжают из других мест. У вас тут в Карелии, вы художники, избалованы красотой. Это не везде так. Вы там ходите, вам тут камушек не тут, тут дерево не то. У нас, говорит, тут такая плоская равлина, ни камушка, ни деревца. Так что вы тут, ну, то есть мы в красоте. Мы живём здесь в Карелии в красоте. Но я очень рада, что я попала в Карелию, здесь очень красиво. Так что вот. Следующая серия у меня цветения. Цветы – это отдельная тема, это такая красота, они такие красивые. И они такие недолговечные, эта красота, она вот распустилась, и через какое-то время её уже нет, и надо спешить, надо спешить её запечатлеть. Вот, например, цветы магнолии. Вот такая красота. Они очень пахнут, вот как у нас черёмуха, нельзя их ставить в комнату, где спишь. Но зато очень красиво. Так, это магнолия, это лотосы, тоже очень красивые цветы. Вот, а дальше пошла... Нет, мы сначала сделаем вот что. Мы сделаем вот так. Значит, это цветение, вьющееся растение глициния. Вот такими грузьями, фиолетовые такие. Оно прям вьётся по дому, по кипарису, куда вот и пошло. Очень красивое цветение. Вот та же самая глициния, только на фоне моря и гор. Вот меня вдохновляли картины Врубеля, вот его сирень. Я как раз попала на выставку Врубеля, вот была. Сирень вот эта. Это так красиво. И вообще Врубель один из моих художников любимых. И вот эта вот тоже сиреневая глициния, она тоже сиреневая. Она при разном освещении, она разного цвета. Вот я экспериментировала. Утром, вечером, всё по-разному. А это цветущая сакура. Очень красиво. Когда она цветёт, это очень красиво. Это прямо я как увидела. Вот так вот. И быстрее, быстрее, быстрее же как-то это всё. Тоже же всё это недолговечно. Это цветёт красный каштан. Вот у нас в парке есть белый каштан. Вот белый каштан цветущий. А это вот красный каштан. Тоже есть такое чудо на планете Земля. Есть ли задумка той работы, которую бы вы хотели выразить, написав её? Вот какая-то такая тема. Или, в принципе, вы много путешествуете, поэтому много пишете. Или есть вот такая мечта, что-то такое написать? Или какой-то район? Да, да. Я путешествую, ну, скажем так, немало. Кто-то и побольше бывает. Ну, как бы и так хорошо. И я очень рада. В новом месте ты новыми глазами смотришь. Как-то вот так получается, что как-то по-другому. Потому что условия разные, солнце по-разному, и природа разная, и люди разные. Вот. А мечты, да, конечно, они есть. Мечты что-то воплотить. И вот как-то оно со временем... Так вот я... Был у меня один сюжет, я как-то долго на него смотрела. Ну, так, думаю, вот интересно. Вот как бы интересно. Ну, вот. И вот как-то через какое-то время случилось. Что-то там получилось. Что-то там написала. Ну, и так во всём остальном. И в разных других местах. А как приезжать в другое место? Надо сначала как-то почувствовать его. Как-то вот... Какое-то время нужно. Нужно какое-то время, чтобы проникнуться энергетикой этого места. А когда вот проникнешься... Ну, это, может, мне так кажется. Ну, хотелось бы так думать. Что? Ну, начинаешь писать, что-нибудь там получается. Художники – люди эмоциональные, да? Такие подвергнутые, может быть, настроению. Вдохновение должно быть. У кого-то, у кого-то... То есть он только работает. Вот какое качество в вашем характере помогает вам преодолеть плохое настроение? Или вот настроиться на что-то лучшее? Или настроиться на то, что надо сегодня писать? Вот есть ли такая черта, которая вот вас продвигает? Ну, наверное, есть. Это главное – восхищение. Когда выходишь, и ты восхищаешься. Это так красиво. Это невозможно мимо пройти. Вот, кстати, Александр Иванович и говорил, что, говорит, я вот иду мимо, и кричит. Или цветок. Или... Ну, это только он слышал. Вот. Ну, видимо, что-то подобное тоже и со мной происходит. Потому что мы с ним как-то вот родственные души. Слава Богу. Слава Богу, что мне подарена была такая возможность общения с таким человеком с большой буквы. Очень интересный. Так что вот когда что-то нравится, вот очень-очень радостно работать. Пусть не сразу получилось. Пусть можно потом еще попробовать. Но вот главное – восхищение и радость. Вот это главное. Надо восхищаться, надо радоваться. То есть как бы у каждого явления, у каждой картины, там, у каждого человека есть плюс, есть минус. Это закон Вселенной. Так Вселенная построена. Просто стараться, конечно, не всегда получается. Но надо стараться концентрировать свое внимание именно на положительных сторонах этого человека, этого явления, этой погоды. Ну и так далее. И так далее по списку. То есть как бы, ну, я пытаюсь, я стараюсь. Я стараюсь как-то вот смотреть с положительной стороны на любое явление. Понятно. Я знаю, что вы были какое-то время педагогом, то есть вели педагогическую деятельность. Я практически всю жизнь педагог. Как вот у меня подруга есть. Она говорит, у нас на Западе художники не могут себя прокормить. Ну, только единицы какие-то. Так у нас то же самое. Мы ведь всю жизнь все художники, ну, почти, почти все художники, мы где-то работаем. А это уже для нас такое творческое, отдушино. Ну, это, конечно, моя профессия. Я художник. Но все равно зарабатывать-то надо. Так что я практически всю жизнь преподавала. И, может, еще буду. Посмотрим. Вот это моя серия следующей сказки Шахерезады. Вот, ну, ну, открою маленький секрет. Все это написано в Крыму. Там очень много такой архитектуры интересной. Вот. И все это с морем, с экзотическими растениями. Все это на солнце, на южном. Это все очень красиво. Вот серия сказки Шахерезады. Это вот здание. Это дворец. Дворец. А это фонтан. Просто фонтан. Но в окружении цветения. И вот здесь вот еще плоды инжира. На этом фонтане. Это объем. Это мраморный фонтан. Вот. Еще один фонтан. Тут даже на арабском языке есть надпись. Я, пока я писала, ко мне подошел хозяин. И это, оказывается, его проект. Он сам придумал. И он очень хорошо знает арабский язык. Это он, ой, это наоборот, вот так читается. Ну, мы так привыкли. Такая цитата. Не горюй о днем вчерашнем, ибо сегодня прекрасно. Ну, так. Не дословно, но в этом смысле. То есть он вот это все придумал, воплотил. Ну, красиво. Идешь мимо. Красота. Чего ж не нарисовать красоту. Тем более, такой интересный человек. Он мне много чего порассказал. Дальше идет у нас сказки Шахеризады, но с цветением. А это уже белая глициния. Вот она обвела кипарис. И вот в определенное время она цветет. И вот с этой архитектурой тоже вот все такое узорное, белое, такие белые кружева. И вот эта вот гроздь, она вот такой длины. Полметра той больше. Вот такие вот длинные-длинные гроздья. И пахнет она. Это вообще такое вдохновение. Это вдохновение. А это вообще рядом с моим домом, где прошло мое детство. Вот такие красивые восточные ворота. Это ворота в санатории, поскольку Ялта это, как говорили всегда, кузница здоровья. Какая промышленность? Кузница здоровья. И вот тут я практически выросла. Мы тут играли. Я потом в интернете выставила. Еще у меня есть работы с этими воротами восточными. Она мне пишет, моя подруга детства. Ой, говорит, Рита, ты такая молодец. Это любимое место наших игр детства. Вот все детство у меня прошло вот здесь вот, в этих местах. Кипарисовая аллея и вот такие восточные ворота. Эта серия у нас завершилась. Сейчас очень много все равно выпускаются людей творческих. Очень у нас вузы и средние, и высшие. Они есть, существуют. Выходят молодые художники, будем говорить. Не все остаются в этой профессии, конечно же. Вот скажите, пожалуйста, как бы вы со своего опыта уже, имея свой опыт художника, профессионального, пожелали им что-то им в дорогу, чтобы для тех, кто выбрал эту стезю, помогло им это. Вот что бы вы им пожелали? Ну что, оптимизма, радости, восхищения. Вот что я пожелаю. Не опускать рук, если что-то не получилось. Продолжать. В добрый путь. И только, и дай бог, пусть люди, как говорится, пусть нас будет много. И мы все разные. И на выставках тоже меня всегда радует то, что все картины разные. У всех художников все разное. Это меня очень радует. Хочу вернуться к сериям, к теме серии работ. Вот все-таки, какая из серий работ она вот, ну, легла на сердце вам? Я понимаю, что очень большое количество работ в вашем исполнении есть. Но вот что вот как-то, ну, больше легло, можно говорить так. Ну, это как о своих детях говорить. Это невозможно. Все, то, что, все, что я пишу, оно все у меня в сердце. Так что, тут, вот, в карельские мои серии, это вот по Карелии, там у меня есть южные серии, есть у меня серия сказки Шахерезады. Вот эта серия была задумана как серия. И вот воплотилась, ну, вот несколько работ на эту, на эту тему. Ну, как, все, вот в этот момент я пишу это, мне это близко, в следующий момент я пишу то, мне уже то близко. Ну, как-то вот, как-то так. А что влияет на ваше настроение? Красота. Красота. Это главное, да? Это главное, да. Красота. Ну, это же для каждого понятия разное. А музыка, литература? Обязательно. Обязательно. Все вот, ну, вот это творчество, и театр, и музыка, и концерты, конечно, да. Конечно, я очень люблю. А вы не думали над тем, что ваши работы, вот ваши серии, многочисленные, можно к ней подобрать какую-то музыку? Можно, да, можно. У меня даже есть одна писательница местная, написала книжку, и мои работы использовала в качестве иллюстрации. Ну, так что я открыта к предложениям. Пожалуйста, кто хочет, можно посотрудничать. Еще скажите, Маргарита, вы не пробовали себя, ну, например, писать, ну, у вас как бы, графические там работы считаются акварель, кто-то считается дожилописной, попробовать себя, например, в масле, потому что есть художники, которые пробовали себя. Ну, я пробовала себя в масле, это было давно, пробовала, да, и в масле, ну, сейчас я еще иногда пишу пастелью, масляной, масляной пастелью, тоже мне нравится. но как-то вот акварель, она как-то вот, она меня так захватила, что не выпускает, вот, из цепких таких рук не выпускает. И, кстати говоря, наш шеф акварельного общества Санкт-Петербургского, он так сказал, рукой акварелиста водит Бог, потому что никогда не знаешь, куда она потечет, это же вода, это стихия воды. И акварель скопировать один в один невозможно, это невозможно, потому что она течет, растекается, и в разных атмосферных условиях она себя ведет совершенно по-разному, совершенно. Ну, я уже кое-что, так это, изучи, ну, и продолжаю изучать, и продолжаю изучать, как себя ведет акварель вот в разных условиях. Хорошо. И скажите, ваш любимый цвет? Радуга. Ага. Я думала, скажете, белый. А белый – это сумма всех цветов. Ну, вы все физику изучали в школе? Да. Сумма всех цветов – это белый. Понятно. Вот так. А радуга – от слова радость. Будем радоваться, иначе зачем мы пришли на эту землю? Надо радоваться, и радовать, самим радоваться, и радовать людей. Вот очень хочется поделиться. Потому что художник, когда пишет, он сам с собой. Это не коллективное творчество. А хочется потом показать и поделиться радостью с людьми. Вот очень хочется. Поэтому выставки, издания какие-то для этого, для этого и придуманы. Выставок много, слава богу. Куда вы бы хотели поехать еще, пописать? Чтобы вас вдохновило? Ну, много куда. Где ты еще не был, очень хочется. А я как бы, ну, есть места, где я не была. Хочется, да, хочется. Но надо мечтать, а мечты сбываются. Хорошо. Пожелаем вам, чтобы ваши мечты сбылись, и чтобы было много выставок, связанных с вашими работами, с общими работами. Спасибо.